Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Елена Морданчина. Смотрите сегодня в нашей программе. Чтобы тебя слушали и услышали, народные избранники прошли курсы ораторского искусства и мастерства общения. Я бы рассказал о теме проведения спортивных мероприятий. Приходите к нам учиться. Новая православная гимназия набирает учеников. Будут какие-то развивающиеся еще предметы после окончания школьной программы. С точностью до секунды добровольное противопожарное звено и пожарный расчет максимально быстро справились с условным возгоранием в центральной мечети. Сегодняшние учения прошли на оценку удовлетворителя. Народные избранники обучились ораторскому мастерству. Специальный тренинг для депутатов прошел в Альметьевском кванториуме. Подтянули умение хорошо говорить около 30 человек Альметьевского отделения партии «Единая Россия». Это депутаты разных уровней, главы сельских поселений, представители нефтяных компаний и бюджетных учреждений. Моя коллега Ангелина Хабибулина тоже прослушала лекцию по искусству речи. Она расскажет, что полезного в ней нашли для себя участники тренинга. Овладеть ораторским мастерством, научиться выступать перед аудиторией так, чтобы быть услышанным. Этому пришли учиться и делиться своими навыками все участники занятия. Тренинг проходил по авторской методике одного из ведущих тренеров Ильи Шубникова. Основная мысль, которую планировалось донести до участников – приобрести максимум знаний, уметь доносить важную информацию, общаться с людьми и получать при этом обратную связь. Навыки публичных выступлений – это про что? Рот открывать, на публике держаться уверенно, убеждать иметь. Поэтому мы с вами будем сегодня тренироваться, мы с вами будем заниматься практикой. И для меня будет цель достигнута в том случае, я буду рад, если вы сможете те инструменты и тех, которые мы с вами будем сегодня оттачивать, применять на земле потом, за стенами кванториума. Участникам тренинга задавали вопросы о работе в команде, а также с чего и как начинается их рабочий день. Одно из заданий заключалось в том, чтобы за две минуты суметь поздороваться с максимальным количеством коллег. Но это еще не все. За 30 секунд участники должны были обсудить с сидящим рядом соседом слова-паразиты, которые чаще всего встречаются во время выступления на совещаниях и проскакивают к повседневной речи. Слово-паразиты. Как бы. Как бы. Так, ну, Вячеслав. Но, чего. Но, чего. Так, пожалуйста. Тип того. Тип того. Ага. А-а-а. А-а-а. О-о-о. Да? И так далее. Короче. Супер. Очень важно уметь владеть языком, очень важно уметь правильно, вот я говорю несколько, значит, слов-паразитов, о которых мы говорим, да, их мы применяем, но, в общем-то, надо от этого уходить. Поэтому фракция «Единая Россия», в общем-то, ставит задачу, чтобы мы могли и в этом конкурсе участвовать, чтобы все наши депутаты были активны, чтобы каждый депутат говорил о своей работе. Еще один вопрос, перед какой целевой аудиторией приходится выступать с участником тренинга и кто является наиболее частым слушателем. О работе в группах участники обсуждали также и самые часто встречающиеся темы выступлений. Я бы рассказал о теме проведения спортивных мероприятий, которые у нас в городе. Город насыщен проведением этих мероприятий. Поэтому предшествует очень огромная, кропотливая работа оргкомитета, тех людей, без которых это, конечно, не может пройти. По мнению организаторов мероприятия, подобные тренинги проводятся для того, чтобы оживить и повысить уровень работы депутатского корпуса, чтобы при этом иметь правильный и хороший эффект от проводимой работы. Участники с таким посылом вполне согласны. Выставлены определенные системы и механизмы работы, как мы должны работать. Рассмотрели определенную систему, где нужно ставить определенные выводы, анализировать, чтобы выявить определенные проблемы в сельском поселении. Каждый руководитель сельского поселения должен, в первую очередь, проанализировать, сделать анализ своих проблемных участков, выявить, как это нужно решать, каким образом. Ангелина Хабибулина, Булат Загидулин, Альметьевск ТВ. Пожарно-тактические учения прошли в центральной мечети города. Такие тренировки по борьбе с пожаром проводятся в Альметьевске в этом году уже в шестой раз. В обстоятельствах, максимально приближенных к боевым, с условным возгоранием сражался 11-й отряд Федеральной противопожарной службы по республике Татарстан. Подробно расскажет наш корреспондент. Несмотря на то, что это всего лишь учение, здесь всё по-настоящему серьёзно. Техника, вооружение, пожарные расчёты – всё готово и ждёт команды к началу. Поводной в 10 утра в результате замыкания электроплиты произошло возгорание в столовой на первом этаже. Чуть позже работник мечети заметил, что из дверей столовой идёт дым и позвонил в службу 112. Добровольное пожарное звено из числа работников разобрало инвентарь и приступило к тушению пожара до приезда пожарной охраны. Через некоторое время сработала система оповещения. Как только сотрудники мечети услышали сигнал, они попросили всех прихожан покинуть здание. Одна из задач сегодняшнего учения – это проверка навыков действия личного состава пожарно-спасательного гарнизона и действия персонала данного объекта. В учениях было задействовано порядка 50 человек и 10 единиц техники, три из которых вспомогательные. На объект выехали силы и средства по третьему номеру вызова. С массовым пребыванием у людей на этот данный объект у нас третий ран пожара. Значит, на третьем уровне пожара у нас выезжает 10 единиц автоцистерп, одна автолестница, один пожарно-насосная станция и один оборудовый спасательный автомобиль. Практические занятия по отработке чрезвычайных ситуаций и пожаров проводятся для сотрудников МЧС ежедневно. Спасатели уже знают характеристику объекта, на который едут, знают, куда выставлять пожарную машину и автолестницу, и из каких помещений эвакуировать людей. В конце учений спасатели рассмотрели возможные варианты установки высотной техники для организации спасения и эвакуации возможных пострадавших с крыши здания и минарета, самой высокой точки мечети. Сегодняшние учения прошли на оценку удовлетворительных. Действия пожарно-спасательного гарнизона выполнены в полном объеме, пожар локализован. Действия персонала также оцениваются на оценку хорошо. До прибытия пожарных подразделений весь личный состав посетителей был эвакуирован в количестве 15 человек. Ангелина Хабибулина, Булат Загедулин, Альметьевск ТВ. На территории храма Рождества Христова открывается православная гимназия. Строительство ее началось в июле 2015. И вот спустя три года учебное заведение готово принять первых учеников. Подробности узнавал Тимур Туманов. На возведение гимназии у строителей ушло три года. Сейчас в здании идут последние приготовления к учебному году. Но приемная комиссия уже приступила к работе. К первому сентября в школу планируется поступление 12 человек. Преподавательский состав сформирован. Учебная программа утверждена управлением образования. Дело за малым. Набрать учеников. Ну а может быть у вас есть какие-то вопросы еще? Есть. Сама идея открытия учебного заведения, которая подразумевает полный курс начальной школы с традиционной программой, плюс специальные предметы с религиозным уклоном, получает отклик у родителей. Дети могут получать стандартное образование и информацию о религии, которые их приобщают. Чтобы хоть немножко знала о своей религии. Немножко. Были познания. Поэтому. Православных школ достаточно мало. И что дети будут обучаться в Божьем условии, помимо остальных предметов в школьных. Стандартные предметы здесь будут сочетаться с духовными дисциплинами. Некоторые из них будут дополнять обычные уроки. Например, занятие музыкой дополнится хоровым и церковным пением. Занятие по изобразительному искусству и иконографией. А христианское обучение будет представлено изучением Святого Писания. Также предусматривается ряд факультативных занятий, на которых дети будут развивать свои природные способности. Будут какие-то развивающиеся еще предметы после окончания школьной программы, где бы дети смогли заниматься, в общем-то, и проявлять какую-то свою альтернативу, свои знания, свои таланты, которые тоже будут приветствовать со стенок нашей православной школы. В планах на будущее в течение пяти лет воздвигнуть еще одну школу, где бы ученики смогли получить полный курс средней школы и получить аттестаты об ее окончании. А также уже в октябре открыть так называемый нулевой класс, где будущие ученики смогли бы подготовиться к школе. Главное – открытость ребенка, его способности, готовность учиться в нашем учебном заведении. То есть ребенок должен это понимать, в какое образовательное учреждение он идет. Предусмотрено в гимназии и продленка. Пока родители на работе, дети на занятиях группы продленного дня смогут делать домашнюю работу, проходить факультативы, общаться со сверстниками. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Булат Загидулин, Альметьевск ТВ. А теперь о происшествиях. Пожарный извещатель спас жизнь мужчине. Пожар случился в девятиэтажке по улице Ленина в Альметьевске. Загорелся балкон одной из квартир седьмого этажа. О ЧП сообщили очевидцы на номер 112. Прибывших на место сотрудников 65-й пожарной части встретил хозяин квартиры. Он рассказал, что спал, когда сработал пожарный датчик. Мужчина увидел, что на лоджии горят вещи, и принялся тушить пожар подручными средствами. Квартира и сам хозяин не пострадали. По предварительной версии, причиной пожара стал тлеющий окурок, который влетел в открытое окно лоджии с верхних этажей. Альметьевские полицейские изъяли партию наркотиков. Участковым помогло сообщение местной жительницы. Она рассказала, что житель одного из домов по улице Фахредина употребляет наркотики. В результате проверки данного сообщения, участковый в одном из садовых обществ задержал 40-летнего мужчину, при котором обнаружил полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению исследования, вещество оказалось маковой соломкой. Вес около 42 граммов. Со слов задержанного, он сорвал кусты зико растущего мака и планировал изготовить наркотическое вещество или личное употребление. Мужчина ранее был судим за совершение кражи, сбыт и хранение наркотических средств. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащим поведением. Кое-что из новостей искусства. Альметьевские артисты выступили в Абхазии. 2 августа в Сухуми в здании Абхазской государственной филармонии состоялся концерт «Мост Дружбы». Выступали хореографическая студия «Кавказ» при Абхазском государственном ансамбле народного танца и народный ансамбль танца «Эльметема» Национально-культурного центра «Эльмет» из Альметьевска. Наши артисты исполнили 8 лучших народных танцев из своего репертуара. Зрители, восхищенные красотой народных танцев дружественных народов Татарстана и Абхазии, награждали коллективы бурными аплодисментами на протяжении трех часов. Ровно столько длился концерт. И еще одна информация. 11 августа в Альметьевске пройдет Кубок России и Кубок Федерации по триатлону. На время соревнований перекроют улицу Шевченко. Проехать не удастся с 9 до 13 часов по всему маршруту заездов. Шевченко закроют на участке от проспекта Строителей до Тукая. Выезды с улиц Маяковского, Грибоедова, Радищева, Джалиля, Заслонова, Морджани, Базовый, Монтажный и Булгар тоже будут перекрыты. И еще о спортивных событиях. Традиционные летние старты состоятся в Альметьевске. Соревнования по конному спорту пройдут на городском ипподроме 11 августа. В программе соревнований 7 заездов и 5 скачек. Всего заявлено 105 лошадей и пони. В каждом заезде участвуют не более 10 русистых лошадей и 12 скаковых. Начало в 12 часов. На соревнованиях по спортивному ориентированию, которые проходили во Владимире, отличился спортсмен из Альметьевска. Нажип Мухитов стал самым лучшим в радиоориентировании. Быстрее многих обнаружил все 7 радиомаяков, замаскированных в лесу. На дистанции в 50 квадратных километров спортсмену удалось войти в лидирующую тройку. Серебро в личном зачете он завоевал в спринте в 80-метровом радиодиапазоне. Участникам предстояло пройти 7 контрольных пунктов. Практически завершена трудовая неделя. Прямо сейчас узнаем, чем альметьевцев порадует пятница. 10 августа в городе и районе будет облачно. Впрочем, осадки по прогнозу маловероятны. Ночью прохладно, термометр покажут плюс 13, днем тоже не жарко плюс 20. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Смотрите далее передачу Брекетмя. Как обычно, моя коллега Резидан Мухаммеддинова подготовила для вас подборку горячих эксклюзивных материалов о происшествиях и не только. А я прощаюсь с вами. Всего доброго вам и только хороших новостей.